Это часть 54 в стопроцентном прохождении Final Fantasy 9, которое я стараюсь сделать таким, чтобы оно было интересно еще хотя бы нескольким последующим поколениям геймеров. И спасибо каждому подписчику на этом канале, который помогает мне в этом. Мы должны были начать сегодняшнюю часть с раздачи даггер приказов, однако я не показал вам еще один актив тайм-ивент во время карточного турнира в трена. И сейчас мы начнем с того, что посмотрим этот ивент. Обычно подшивки у нас в конце, но вот в 54 части подшивка будет в начале, а потом двинемся дальше по сценарию. Нас ждут эпохальные шедевральные, глобальные и очень-очень, ну, восторгающие своим размахом события, которые, друзья, сопровождаются одними из лучших кат-сцен в игре. Поэтому эта часть определенно будет очень интересной. Устраивайтесь. Сначала подшивка и потом поехали. И вот этот ивент. Он связан с Виви и его посещением жилища Куана. Для того, чтобы его увидеть, мы должны отправить Виви в жилище, а потом провести первый раунд в карточном турнире. Когда в предыдущей части мы играли, я первый раунд не проводил, а пошел сразу за Виви. Но если мы не идем, идем на турнир, то появляется ивент «Дом, милый дом». И мы видим маленького Виви, который после долгого времени вернулся в это жилище Куана. Это место не изменилось. Вот куда я упал. Я увидел что-то там внизу. Дедушка помог мне выбраться. Вот здесь Виви и приземлился, когда упал с транспортного корабля. С тех пор я не люблю высоту. Ух ты, сколько пыли. Это естественно. Прошло много времени с тех пор, как я ушел. Дедушка ничего не ел до самой смерти. Его кухонная утварь вся поломана. Да, он сказал что-то вроде «Виви, я учусь насыщаться без еды». Куина очень похож на моего дедушку. Вот такой ивент. А теперь, друзья, начинаем. Александрия атакована. Солдаты построены в поле, и нам нужно отдать приказы. От того, насколько точно мы распределим обязанности среди солдат, опираясь на их способности, зависит наша награда. И это могут выполнить только самые внимательные игроки, когда в самом начале мы с вами, может быть помните, собирали информацию о солдатах. Итак, подготовить орудия к бою. Этим займется Дожигон и Маленкидхайм. Вот, рыцарь Плутона. Мы разорвем этого монстра в Плочье Ваше Высочество. Далее. Собрать информацию. Связаться с Лимблюмом. Так, связаться с Лимблюмом будет Прейрехт и Лаудо. Мы незамедлительно свяжемся с Лимблюмом Ваше Высочество. Защищать горожан пойдут Веймар и Хаген. Ваше Высочество. Мы защитим жителей Александрии ценой наших жизней. И собрать информацию будет Платсон и Когель. В Ваше Высочество. Мы соберем всю необходимую информацию. Блестяще распределенные обязанности восхищают. Беатрис и она говорит. Вы великолепны Ваше Высочество. И мы получаем в награду Ангельские Сельги. Это лучшая награда, которую можно здесь получить. А другую награду, если не так точно распределить приказы, я вам покажу в подшивке. Беатрис, идем. Все ушли. Что же мне делать? Мама, мне нужна твоя помощь. Что-то услышала. Эту просьбу дагер. Ну а улицы заполнены монстрами, которые нападают на жителей. Готовься, Беатрис. Я отдам жизнь за Александриеву. Хорошо сказано. Давай одержим победу. Едва наши генералы... Так, мы успеем тебя... Что-то у тебя выпросить. Нельзя. Никакой реплики нет. Сражаемся с монстром. Надо, конечно, сейчас экипировать Штайнера. Давненько он у нас в группе не был. Сделать ему автоускорение. Контратака пойдет. Нет. Начнем смотреть на способности Беатрис. Молниеносный порез. Беатрис со всем изяществом проводит сражение. Как это и свойственно такой эффектной женщине. Так, теперь. Ну давайте посмотрим. Сейчас еще отсюда должны выбежать. Да, с ними тоже поговорить нельзя. И по леди. О. Вот так. Интересно. Посмотрите, какого монстра удалось создать. Ладно, пусть бегут. Они, кстати, в таком виде и побежали. Ну, даже за это можно уже поднимать пальцы. Если мы попытаемся пойти туда, Беатрис говорит, Штайнер, куда ты идешь? Заходить в здание мы не можем. Также мы не можем найти какие-либо предметы сейчас здесь в Александрии. Это было проверено множество раз. Но если кто-то знает что-то супер секретное, где сейчас тут можно взять, пожалуйста, пишите. Но нет. Тут сейчас нет ничего. Только наша задача отбивать монстров. Экипируем Штайнера. У нас есть для него коралловый меч, который дает способность в атаку. Меч сделан из коралла. Здесь отличный шлем. Также можно экипировать алмазные рукавицы, сделанные из алмаза. Так. Ботаник будем учить. Тут еще изучается волнение. А здесь, конечно же, в первую очередь нужно выучить ему ускорение. автоматическое, поэтому экипируем Скороходы. У нас не так много очков способностей. Придется кое-что выключить. Убийцу демонов я оставлю, так как Александрию атакуют демоны. Повышенный урон не помешает. Выключим Бодрость и Бдительность. Экипируем Ботаника для скорейшего изучения способностей и автоускорения. У Беатрис пассивных способностей нет. Из активных молниеносный порез мы уже посмотрели. Наносит повреждения молнии противнику. Гнев небес наносит физические повреждения всем противникам. Взрыв боли наносит нестихийные повреждения всем противникам. И Шок. Сильнейшая способность рыцаря наносит физические повреждения противнику. Взрыв боли Клим Хазард красиво очень выглядит, мне нравится. Ну и множество заклинаний белой магии, которые есть у Даггера и у Рейка. Так, не огромное множество, но все же имеются. Пойдем дальше. Александрия в панике, жители спасаются кто куда может. Будь на чеку, враг совсем близко. Если мы попытаемся пойти назад, Беатрис всегда будет говорить Штайнер, куда ты идешь. Мерзкие демоны, призванные Куджей. Вам услышит экстрим. Продолжим. Уснула? Нет. Обрушает гнев неверный. И Штайнер наносит решающий удар. Это одна из таких доблестно-романтических сцен, когда два генерала плечом к плечу защищают королевство. Презвенная тварь, ты хочешь сразиться с нами? За ее высочество! За принцессу! Где мы, Клим Хазарт? Очень мощно! Очень мне нравится! Так, давайте взглянем также, что это за способность у Штайнера новая, которую мы сейчас, отмечая, изучаем. Воодушевляет всех союзников в предсмертном состоянии атаковать прямо сейчас. Но пока у нас таких союзников нет, и я думаю, скоро они появятся. Но способность, конечно, лучшая. И еще можно и нужно на этом этапе сделать то, о чем часть игроков думали с самого начала игры. А именно, раздеть Беатрис. У нее классные предметы. Вот, например, шлем с крестом. Шлем, повышающий силы. У нас даже такого предмета еще нет. Поэтому... Ну, вообще можно с нее просто вещи снять. Да, я думал, может быть, все-таки дать ей какие-то из наших. Можно просто, да, снять. Так. Вот тут есть функция снять. Эти, хоть у нас и имеются вещи, все равно дополнительно будут. Но даже раздетая Беатрис не расстается с самым главным своим оружием. Храни королеву. Меч, которым сражались паладины. Получаемые повреждения огнем снижаются наполовину. Ее клятва, доверность, тесно связаны с этим оружием. И она будет до конца носить его. И с помощью него хранить королеву. Вот, он у нее в руке. Мы можем его видеть. Так, ладно. Идем дальше. Идем дальше. Тут по-прежнему жители бегут и спасаются. Когда Александрия атаковала Линвлюм, атаковала Клееру. Они здесь думали, возможно, что их такого не коснется. Но коснулось. Готовьтесь к смерти. И шок. Очень нравится, как они их концентрируют на ребре меча. Что Штайнер, что Беатрис, когда делает способность в силу. Перед тем, как направить ее на противника. Беатрис, ты не пострадала? Я в порядке, а ты как? Ты ранен. Просто царапина. Упорные твари. Песчаный голем. Песчаный голем. Выдали. Упорные твари. Не отстают. Это бесполезно. Возвращаемся в замок. Нет. Я не могу показаться на глаза принцессе, пока не истреблю всех этих тварей. Это честь для меня. Защищать принцессу, жителей Александрии и... Тебя. Беатрис, я... Я защищу тебя. Штайнер. Берегись. Штайнер. Холли выбивает 8 тысяч урона. Очень нравится, что Беатрис такого высокого уровня, благодаря нашей прокачке. Неужели это наша последняя битва? Я в это не верю. Беатрис, я должен кое-что тебе сказать. Что же, я прибереги свою прощальную речь и для другого случая Штайнер, мы еще встретим рассвет. В общем, подбадривая друг друга в этой тяжелой схватке с неперестающими демонами, наши генералы все еще живы. Штайнер впадает в транс. И это значит последняя битва. Потому что в последней битве, да, у него наступает транс. 9 тысяч, Беатрис выбивает. И этим восхищает. В это время в замке. Даггер, очнувшись, говорит, я слышу музыку. Откуда она идет? Она доносится сверху. Куда бы мы сейчас ни пошли, будет вот так. Какая-то неведомая сила будет преграждать нам путь. И все же мы тыкнемся в каждый неправильный проход. Но, как мы увидели, нам нужно идти вверх. Оставшись тут в одиночку, в то время как Штайнер и Беатрис там на улицах просто в капусту шинковали тонны монстров или толпы монстров, даггер отправилась наверх. Наверх в замке. Так. Это наша комната. Там королевская. А нам нужно налево. Предметов здесь также никаких нет, друзья. По углам все мной многократно было осмотрено. Здесь происходит некое судьбоносное явление. Когда мы идем, рыцари... Статуи рыцарей. Или доспехи. Скрещивают за нами мечи. Ну, кстати, пути назад сейчас нет, видите? После этого. Интересный механизм. Сейчас пойдем дальше. Отлично. Назад невозможно. Вообще вот в таких экранах разработчики иногда что-нибудь прячут. я имею ввиду в экранах, где мы можем быть всего один раз. За игру. И в Final Fantasy IX тоже есть такие места. Например, с картой Naming Way. Ну ладно, не будем забегать вперед. Поднимаемся на вершину замка. Темная, темная, темная мрачная ночь. Что это за место? Я все еще слышу музыку. Откуда она доносится? Что я здесь делаю? Мама. Зидан. Нет. Я больше не должна от них зависеть. Как королева Александрии, я должна защищать мое королевство. Корабли сильно качают. Ничего не поделаешь. Я проектировал его, будучи оглопом. В конце концов, поэтому, не имею ни малейшего представления, что может быть с ним не так. Звучит так, словно он может развалиться в любую минуту. Не исключено. Но, думаю, до Александрии дотянем. Да уж, скрестим тогда пальцы на удачу. Зидан. Кажется, меня начинает тошнить. Ты же не Юфи. Это, скорее всего, от полета. Пойди внутрь, отдохни. Попробуй держаться в середине корабля. Там меньше укачивает. Иди, Виви. Хорошо, спасибо. Эйко? Уходя, Виви увидел странное явление. Сияние возле талисмана Эйко. Что? Я видел что-то светящееся. А? Что? И снова. Даггер! Даггер? Эйко, что происходит? Кажется, я слышала голос Даггера. Что? Боже, да что не так с этим кораблем? Этот свет... Неужели это небесное правосудие? Небесное правосудие? Бесстрашно. Эйко выходит прямо на нос корабля. Эй, ты чего? Он зовет призывателя. Это Александр! Она спрыгивает прямо на зов. Даггер. Она спрыгивает прямо на зов. И вот это сейчас мы видим одни из самых великолепных кат-сцен. В эту ночь при затмении двух лун, здесь, на этом месте, были соединены четыре камня. Для того, чтобы призвать Александра, нужно было найти четыре осколка этого камня. Давным-давно на Туманном континенте, когда здесь жило племя призывателей, они однажды призвали Александра, удивились его мощи и раздробили этот камень на четыре части. Один был у Даггер, другой мы забрали, атакуя Лимблюм, Соколинный Коготь, по-моему. Также еще один в Клеере, и один у Эйко. Эйко, как ты здесь оказалась? Я была на воздушном корабле и услышала твой голос. Неудивительно. Я тоже почувствовала, что ты рядом, и внезапно меня окутал свет. Это снова происходит. Даггер, это свет судьбы. Свет судьбы? Свет судьбы призывателя. Он вызван скрытыми силами четырех драгоценных камней. Этот свет появляется, когда святой Эйдалон зовет своего призывателя. Давай, Даггер, как призыватели мы должны исполнить свое предназначение. Но я не знаю, что должна делать. Все нормально, я покажу. Сперва возьми меня за руку. Вот так? Ага, теперь помолись от всего сердца. О, святой хранитель, услышь наши мольбы. Тьма снова сгустилась над нами. О, святой хранитель, услышь наши мольбы. Укажи нам путь из тьмы к свету. И в этот момент происходит невероятное событие, от которого обомлела вся Александрия. Могучий древний страж появляется над Александрийским замком и, осеняя своими крылами королевства, дает ему защиту. Бахамут свирепствует. Но этот Эйдалон Александр, пожалуй, самый громадный Эйдалон вообще в мире. Святыми лучами дает ему отход. Очень жаль, что Александра нельзя призывать в бою. Файнал Фэнтези 9. Он доступен только здесь, вот в катсцене. Мы видим Куджу, который говорит, он прекрасен. Александр. Легендарный Эйдалон. У Куджи был свой план. Завладеть Александром, так же как и Бахамутом, чтобы стать правителем, опираясь на мощь этого Эйдалона. Всей Гаи и не только Гаи. Так ты решил защитить замок своими блестящими крыльями. Это достойно восхищения. Ты превзошел даже Бахамута, Александр. Я ждал тебя. Я приготовил для тебя волшебную карету. Уверен, она тебе понравится. Непобедимый вперед! Ты мой, Александр. Куджа, объединенный предстоящим успехом, направляет непобедимого на Александра. Но в этот момент происходит что-то. Впервые, друзья, мы с вами видим старца, который говорит, ты зашел слишком далеко к Куджа. Он не выглядит добрым, но он играет огромное значение в истории всего этого мира. Я дал тебе свободу на Гаи лишь с одной целью, но теперь, когда ты сбился с пути, я не потерплю твоих выходок. Ты даже не представляешь, против кого ты восстал, но скоро узнаешь. И ты, Зидан, тоже. И ты, Зидан, тоже. Поработил Бахамута. Неужели это Гарланд? Невозможно. Зачем он прибыл на Гаю? Если это в самом деле Гарланд, он должен знать о моих планах. Тогда зачем он взял управление над непобедимым? Нет. Не может быть. Ну и полет. Ах, ты жук навозный. Из-за тебя мы чуть не погибли. Амарант прав. Была ошибка лететь сюда на воздушном корабле. Ну, нам же надо было как-то сюда добраться. Да ладно, народ. Никто из нас не пострадал. Это самое главное. Гвок-гвок. Правильно. Никогда больше не полечу на воздушном корабле. Никогда. Прости, Ви, Ви. Капитан. Ее высочество. Не знаю, мы тоже ее ищем. Черт. Нужно найти капитана. Ладно, пошли искать даггер. Надо еще найти Эйку. Они наверняка вместе. Даггер, вероятно, в замке. Выйти не можем. Так. По снаряжению... Ну, сейчас не совсем актуально. Давайте пока опустим. На данный момент, друзья, мы с вами... Ну, во-первых, сообщим всем, что там нападение произошло. Они зачитались, я смотрю. Говорят, серьезно нас атакуют? После этого он так... Не спеша уходит. Ребят, конечно, с головой заныривать в книге это хорошо, но... Надо хоть немножко видеть, что происходит вокруг. Ясно, я ухожу. Вот это последняя возможность сразиться с Тонторианом здесь в библиотеке, если вы не сделали этого на втором диске. Вот помните эту книгу? Сейчас, конечно, с... 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 прокачкой это проще, чем на втором диске. Тем более, когда там таймер идет. Но в том-то и... Как говорят, весь Цимус, победить его там, на втором диске, мы это сделали. Если кто-то не сделал, можно это сделать здесь и сейчас. Враги в городе? Пожалуй, нам лучше бежать. Лучше... здесь оставаться здесь безопаснее намного, чем в городе. Там монстры гоняют ребяток по улицам и едят заживо. Ее высочество уже покинуло замок. Нет. Ее высочество как раз здесь и делает то, что нужно. Так, хорошо. Этих вывели. Да, повторюсь, что предметов сейчас никаких тут нет. Просто посмотрим. Всегда хотелось скарабкаться по этой лестнице. Можно было, можно было сделать и там какой-то предмет положить на тех балконах. Она прям бросится. Так. На кухне пацанам тоже надо сказать, пусть улепетывают. Ей! Первый. Ей! Решили повозвращаться. Ей! С блюдом побежал. Ай! Интересно, после того, как они выбегают, их можно где-то встретить потом? Я имею в виду прям в данный момент. Может, они все в какой-то комнате собираются. А ну-ка, дайте я еще раз это крыло посмотрю. тут никого. Штайнер, помните, пробовал еду? Мне очень понравилось. Ничего такого сейчас нет. можно выйти сюда. Здесь мы проводили бой с бланком незабываемый. Всех восхитили. У мугла ничего нового не должно быть. Но посмотрим. Отдохнем. никогда не забуду эти прыжки и свои дрожащие руки. Я не получал давно писем купон. Да, предметов тут никаких тоже сейчас нет. красиво ночная локация, замка. Посмотреть все места ночью мне нравится. Зайдем в комнату Даггер. Здесь тоже очень классно. Прям посмотрите, как лунный свет через окно стелется по ковру и по комнате распространяется. на момент Зидану очень захотелось остаться наедине с Даггер в этом лунном свете до самого утра. Но понятно, что сейчас у нас другая очень важная миссия. Зайдем также сюда, подойдем к светильнику, друзья, и если мы попробуем открыть секретный проход, сейчас не двигается, то есть этот секретный механизм где-то еще блокируется другим секретным механизмом и кто-то его там для чего-то заблокировал. Так что Зидану сейчас это было не понять, кто это сделал и где. Красивый ковер. Поэтому просто пойдем дальше. Так, вернуться можно? Да, можно. сейчас статуи стоят ровно. Потому что судьбоносные события уже произошли. Ого, что это? Глок, так это и есть тайна замка Александрии. Даггер и Эйко там наверху? Может быть, пойдем проверим? Клак, что ты делаешь? Нет смысла идти всем. Дальше я пойду один. Почему я хочу пойти с тобой? Я тоже хочу помочь. Очень хорошо, что такое стремление есть у Виви. Куджа может разрушить замок в любую минуту. Уходите, пока можете. Давай, Виви, не беспокойся обо мне. Когда-нибудь ты сделаешь то же самое для того, кто для тебя по-настоящему дорог. Даггер для меня дороже всех на свете. При этом здание не забывает о дороговизне своих друзей и просит их уйти, чтобы, если что, они тоже не погибли. Класс, мне нравится вот этот момент. Меня тошнит от тебя, я сваливаю. В следующий раз, когда захочешь корчить из себя героя, даже не зови меня. Давай, аривидерчи, пока. Амарант, вы самое слабое звено прощайте. Полагаю, у тебя бесполезно отговаривать. Но помни, что это не только твоя война. Даже не думай сражаться с Кужей в одиночку. Уходи сразу, как только найдешь Даггер. Хорошо. Виви, пойдем. Фрея, подожди. Пусть идет Виви, он справится. Прости, что не могу взять тебя с собой. В этот раз я должен пойти один. Я не знаю, что еще сказать. Хорошо. Удачи, Зидан. Чем я думаю? Даггер наверху. Воу! Что, черт возьми, это было? В моем переводе здесь была фраза «Что за хреновня?» Это я точно помню. Из-за того, что она, была такой смешной. Воу! Я говорю о переводе. Первое прохождение на PlayStation. Земля Содрогнулась в тот момент, когда непобедимый атаковал Александра. К сожалению, против силы этого военного корабля не с этой планеты Александр устоять был не в состоянии. Но я состоялся « reports и замок вместе с ним и опять самый важный и нужный момент зидан оказывается рядом когда кажется что все он здесь и в тот момент когда даггер обнимает его она тот час успокаивается и внутри у него наступает полный мир то чувство когда присутствие настоящего парня дает девушки такое спокойствие даггер прости я не знаю почему я не был честен с тобою но на лицо и к я думаю вы тоже обратили внимание мне сейчас даже жаль и в хорошем смысле этого слова жаль зидан ну и дел мы натворили да поговорим позже скорее уходим отсюда вот она александрию прилетел бумеранг больше душ возвратилась мало повалу процесс все еще продолжает действовать спустя тысячи лет очевидно эти души больше не принадлежат гаи и их невозможно вернуть обратно лучше отлично справился если бы только он продолжил свою работу не думал я что предпочтет окончить свои дни на гаи ему не не избежать того что уготована судьбой мне тоже не уйти от судьбы я должен встретиться с твоим двойникой хозяин лучше разочарован что тот решил возгордившись восстать и заполучить себе власть над гаи как видите восстановление города идет полным ходом хорошо строительство третьей модели корабля тоже не стоит на месте много инженеров из промышленного района вызвалось нам помочь наш народ такой сильный раньше этого не понимал люди верят вас регент вот почему они такие сильные они гордятся тем что они жители линблюма таку я представляю просто как насколько он не только громким и мокрым но еще и в вонючим чихает просто из самого нутра там на том месте где баку это сделал наверно минут пять еще не продыхнуть туда же даже подходить не надо там просто вся вся пораженность его вот этой вот жизни собрана в этом аромате изнутра из его кашмор сколько выпить надо регент как дела я устал работать над новым кораблем день и ночь и почему бы тебе не прийти в исследовательский центр не помочь на юришного боем и я просто шучу у нас уже достаточно людей блок ах ты не знаешь как там зидан он в порядке думаю уже проснулся бланк ступай в замок и узнать у него а скажи ему чтобы зашел в мои покои плак только руками развел то раскомандовались тут думает и мы снова в этой комнате для гостей мне нравится время от времени здесь просыпаться даггер эйко как я сюда попал сразу можно посмотреть что у нас в сундуках браслет эгоиста во-первых ангельские серьги серьги святые серьги которые носят женщина-наносимые повреждения святостью увеличиваются кольцо возрождения кольцо внутри которого обитает сила феникса носимые повреждения святостью увеличиваются браслет химеры браслет украшенной переме скрыли в химеры получаемые повреждений святостью игнорируется. Темная материя наносит повреждения на цель и используется как аксессуар. Кольцо защиты защищает владельца от различных атак. Все получаемые стихийные повреждения снижаются наполовину. Из важных предметов. Обновлений нет. Здесь можно отсортировать. Так, а сколько у нас там браслетов эгоиста? Один. Браслет созданный в мире тьмы. Получаемые повреждения тьмой игнорируются. Так, вот теперь можно посмотреть по снаряжению. Что тебе надеть, чтобы что-то учить, если это доступно сейчас. Браслет эгоиста можно надеть, но способности мы узнём. только автовозрождение от кольца возрождения. Ну, опять же, пока не снаряжаю. Сейчас сражения тут не предстоят. Прямо вот-вот поднимемся сюда. Возьмём ещё второй сундук. В нём эликсир. Сколько у нас их уже? Тридцать. Моккин. Отдохну ещё с тобой. И давай письмо. Письмо. Так. Стилскин в гостях, скукотень. У тебя все письма на С, да? Я так понял. Я рад, что Лимблюм восстанавливает. Это самый лучший город на свете. Я могу попросить тебя об услуге, Купо? Пожалуйста, доставь это письмо до моду. Хорошо. Спасибо, Купо. Я не получал давно писем, Купо. Давай, давай, запишем. Ну, как вам, друзья, вот эти события на третьем диске с рядом заставок, с Александром? Выразите все свои впечатления, пожалуйста, мне интересно. Потому что для меня они, как я уже сказал, эпохальные. Просто каждый раз, когда всё это происходит, я прям с открытым ртом смотрю. Обожаю девятую финалку. Ну, как себя чувствуешь? Вроде нормально. Как ты сюда попал? Конечно же, я хотел спросить, где Даггер, но это более важный вопрос, поэтому мы его потом спросим. Что там случилось? Как я тут оказался? Эй, помедленней, боже. Там царил полный хаос. Понадобилась целая вечность, чтобы найти вас. Кроме тебя никто не пострадал. Я слышал, ты выкинул какой-то сумасшедший номер. Ну, Эйко и Даггер были в беде и... И как всегда в своём репертуаре. Тебе сильно досталось. Когда мы нашли вас, то взяли корабль в порту и свалили. Воу, я ничего из этого не помню. Удивительно. Ты в курсе, что ты спал целых три дня подряд? Серьёзно? Да, Сид хотел поговорить с тобой в королевских покоях. А, ладно. Интересно, что ему надо. Вот. А я не... Иди поговори с Сидом в королевских покоях. Я не спросил, где Даггер, потому что я хочу, чтобы этот вариант вошёл в наш прогресс, который мы с вами продолжим в следующей части. Вот, загрузимся отсюда от мугла и, собственно, спросим про Даггер и пойдём дальше. Про события вы обязательно напишите, друзья. Ну, и по возможности канал поддержите. А я сейчас для вас ещё покажу подшифку с... тем, когда мы даём не самые лучшие приказы. Даём неверные приказы. Так. Собрать информацию даже Бон, который должен был на орудие идти. О, там были новые реплики. Хорошо, эти две вы увидели, сейчас остальные будем читать. подготовить орудия к бою. Хаген. Здесь не переведены имена. Ну, мы сделаем всё возможное, ваше высочество. А, видимо, так они все отвечают, когда не по своему делу идут свяжаться с Лимлимом и попросить о помощи. Должны были Брей... Брейрехт и Лауду пойдут эти. Да. И защищать горожан вы. Поверьте в ваши силы, ваше высочество. У вас всё получится. И дают нам сильное зелье. То есть сильно, сильно хуже. Ух, финалка. Как же я тебя люблю. Теперь смотрим, если мы два раза отдадим правильный приказ. Так. Орудия к бою. Жебон. Лимблюм. Улду. И теперь два раза неправильно. Защитить горожан вы. собрать информацию вы. Очень хорошо ваше высочество. Получено эликсир в таком случае. Теперь отдаём один правильный приказ. Как вы понимаете, три правильных и один неправильный отдать нельзя. Так как если мы отдадим три правильных, то четвёртый по принципу исключения по-любому будет правильным. Поэтому последний вариант доджебон всё делает правильно. А все остальные так, с Лимблюмом вы информацию вы. Всё, да. Получается один правильный у нас. Смотрим на награду. всё в порядке вашего сочетства. Вы просто переволновались. Эфир. То есть награды у нас сильное зелье, эфир, эликсир, либо самое лучшее серьги ангела соответственно. Вот так всё узнали. Смотрите, всегда прохождите на виртуозила геймворд, чтобы узнавать обо всех играх. Всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин